Своё профессийное свято – паштальон Галина Самсоник, отзначая, як заусюды на ногах. На протягу уже 10-ти годов я на что день проходит скаля десятка километров с сумкой, яка я маю вагу далёка не один килограмм. На её доставочном участку номер один увёзце подгорное больше за 150 домов, в яких пошту чекают скаля трёхсот человек. Работаем мы в любую погоду. Дождь, ли снег, жарались. Всё равно нужно идти, нужно нести письма, газеты, потому что люди их очень ждут. Не глядяши на развитие осуществленных технологий, на заявление интернету, мобильных телефонов, электронных сродков массовой информации, профессия паштальона не губляя своей актуальности. Особливо у сельско-местовости, где паштальон, можно сказать, головный человек. Такая душевная, аккуратная, тактичная с людьми, всегда очень вежливая, никогда не пройдёт мимо, всегда обращается к таким пожилым людям и помогает. Я знаю, доставляет продукты тому, кому тяжело ходить и кто далеко живёт. И она, ну, золотый человек. Я никогда не видела, как у Ейна была с умным лицом, всегда с улыбкой, аж плачула. Всегда, всегда. Не было того дня, как не было газеты у нас у Яшчика. Не было. Хороший человек, Галина Романовна. Мясовые жихары шмат годов выписывают про с Галину Романовну любимые выдания. С надеей пытаются цидашли святочные паштоки и листы одродных. Доведываются с ЕЕ ВУСНО про все местовые новины и подеи. Работу я свою люблю, потому что доставляю людям радость. Приношу корреспонденцию, письма, газеты, пенсии. Особенно ждут престарелые и одинокие, которым нужна поддержка. Они хотят поделиться со своими горостями и радостями. И очень жду с нетерпением почтальона. У себя в Барановицком районе сегодня працуют 55 вязковых паштальонов. Что месяц, они доставляют по пыльных адресах больше за 6 тысяч часописов, 66 тысяч газет и около 12 тысяч листов. Алена Ракуц, Алиса Грогорчук, Миколай Рудский, Телерадио, компания «Брест». Продолжение следует... Продолжение следует...